Искренне рада приветствовать самую терпеливую аудиторию на этом аграрном форуме. И сегодня мы очень кратко поговорим о качестве зерна Сибири и о экспортной реальности. Кому же посчастливилось на столе увидеть наши сибирские продукты. Левая сторона слайда транслирует сибирский каравай. Он был пышным, задорным и очень большим по сравнению с предыдущими годами и даже десятилетиями. Посмотрите, 17 миллионов тонн собрала Сибирь в прошлом году. Прогнозы аграрные говорили совсем о другой цифре. Говорили о том, что хоть бы собрать 16 миллионов тонн, 43 дня не было дождя, было много проблем, были суховеи. Тем не менее 17 миллионов это сибирский каравай, это достойный, лучший и это исторический максимум по Сибири. Увеличение валового сбора наблюдается на 8%, урожайность стала выше на 10% по сравнению со всеми предыдущими 10 годами. Что касается королевы сибирских полей пшеницы, больший вклад здесь носит Алтайский край, он на первом почетном месте. Более 3 миллионов тонн пшеницы основной злаковой культуры нашей планеты собрано на Алтае. Новосибирская область также увеличивает свои объемы, Кемеровская область добавляет каравай пшеничный. Остальные регионы сибирского федерального округа транслируют некий спад. Валовый сбор зерновых и зернобоболокультур. Здесь стройка лидеров меняется, Красноярский край откатывается на досадное четвертое место, а вот Омская область занимает третье почетное место. Алтай по-прежнему на первых позициях, практически 5 миллионов тонн собирает Алтай по зерновым и зернобобовым культурам. Центр оценки качества зерна на протяжении многих десятков лет проводит мониторинг качества урожая. В прошлом году в пяти регионах России, самых зерноперерабатывающих, зернопроизводящих, мы проводили 100% мониторинг и поэтому верхняя строчка данного слайда транслирует действительно достоверные данные. Посмотрите, по количеству продовольственной пшеницы Россия зафиксировала цифру 87%, при этом 47% российского зерна это достойная пшеница третьего класса, высококлейковинная, высоконатурная. И самый ощутимый вклад, конечно же, вносит Сибирь, нигде такого урожая по качественным характеристикам не было, как в прошлом году. 88% это наше сибирское зерно по качественным характеристикам по продовольственной пшенице. Из них 65% достойная пшеница третьего класса. Вот так выглядит картинка наших сибирских соседей Красноярск, увы и ах, по прошлому году. Самый печальный слайд за последние 10 лет по качественным характеристикам. 39% красноярского зерна это зерно непродовольственных кондиций. И были такие партии пшеницы, как они называются, даже недофураж, то есть неотмывающаяся кликовина. Такая же ситуация в Кемеровской области. Казалось бы, Алтай и Кемерово нас разделяют какие-то 200 километров, мы совсем рядом. Тем не менее, посмотрите, по Кемерово 5 класса 40%, у Алтая 5% 5 класса. Очень большая, огромная разница. Самая привлекательная ситуация по прошлому году по качественным характеристикам была у Омской области. 73% омской пшеницы это достойная пшеница третьего класса. Ну и быстренько переходим к экспортным реалиям. По 5 месяцам этого года зона присутствия сибирского зерна была в 41 стране. Если говорить о 2021, в сельскохозяйственном годе, то там 44 страны. Топ-5, он меняется, меняется незначительно. В топ-5 входит Белоруссия, раньше ее не было. Монголия откатывается на последние места. Вот с Дмитрием Николаевичем говорили по поводу муки пшеничной, что мы увеличили, должны были как бы вроде увеличить в большой процент муку пшеничную. Такого особо не произошло. Но тем не менее в топ-50 присутствует мука пшеничная и у Алтая, и у Омска, и у Новосибирска. И мука пшеничная добавляет по сравнению с предыдущим годом. И цифра достойная такая. 30 тысяч тонн мы отгрузили. Если говорить о 5 месяцах предыдущего года, то всего 13,5%. Верхняя строчка транслирует увеличение экспортного потенциала. Мы все с вами помним, что основной, как мы называем его такой сельскохозяйственный у нас пылесос, это Казахстан. 10 дней Казахстан молчал в январе, и 15 дней марта мы всего отгружали к нашим соседям. Тем не менее, цифры сами говорят за себя. У Алтая увеличение по экспортным поставкам значительное более чем в два раза. Омск также увеличивает экспортные поставки. У Новосибирска они не такие огромные, но тем не менее увеличение есть. По-прежнему на первых позициях по экспортному потенциалу у нас зерновые культуры. И посмотрите, какая интересная цифра. Если говорить о Омской области, 71% Омской области занимает зерновые культуры, то есть там продукты переработки зерна не грузятся практически совсем. У Новосибирской области это 61%, у Алтая 48%. Продукты переработки зерна у Алтая стоят на третьем месте. 101 тысяча тонн была отгружена по Алтаю за 5 месяцев этого года. Но я не могу не сказать о казахстанском ажиотаже. Первые 2,5 месяца транслируют этот ажиотаж. По Алтаю цифра разительная 486 тысяч тонн. По данным фитосанитарных сертификатов с учетом масличных и зернобобовых была отгружена с Алтая. У Омска цифра она чуть ниже, чем нашего, у Новосибирска значительно ниже. Ну и как мы понимаем, ввиду того, что правительство прекратило, прям вот буквально цитата, перетоки зерна в Казахстан, мы видим значительное падение по апрелю и по маю. В основном он отгружался подсолнечник и с Алтайского края, и с Омской области, и с Новосибирской области. Экспорт Алтайского края, он удивительный и не могла не перевести эти цифры. По зерновым и зернобобовым мы увеличили экспорт на 118%. Масличка выросла аж на 211% и на 54% мы добавили по продуктам переработки зерна. Ну и соответственно первые 2,5 месяца отгружались в основном зерновыми и зернобобовыми культурами. Тридера в марте месяце с 15-го числа переходят уже на масличные культуры и на продукты переработки зерна. Это наглядно транслирует этот слайд. По топам 5 стран по Алтайскому краю мы наблюдаем, что добавляется в топ 5 стран у нас Киргизия. И она встает на второе почетное место. То, что касается по топам 5 стран масличных культур. Казахстан, Китай, Беларусь, Киргизия, Азербайджан ничего не удивительного. А вот по продуктам переработки зерна впервые мы фиксируем Афганистан. В Афганистан отгружалась мука и мука отгружалась по ООНовским контрактам, которые были подписаны еще в предыдущем году, а в этом году мы их выгрузили. Вот отсюда мы видим эту цифру в апреле. 31 тысяча тонн, 15 тысяча тонн предыдущего года. Ну и незначительное увеличение мы наблюдаем в мае месяце. Ну и нельзя не сказать о нашей Поднебесной. Возлагали на них большие надежды, тем не менее чудес не произошло. Три культуры на трех первых важных позициях. Лен, овес и гречиха. Мука увеличивает экспортные поставки по сравнению с предыдущим годом. 1800 было отгружено по прошлому году за 12 месяцев. И рекордные 3700. Но что это такое для нашей мощной переработки, которая славится не только по всей России, но и за рубежом? Мы отгрузили всего пшеницы. Крупа тоже выглядит более достойно, чем по предыдущему году. А вот те культуры, на которые ставки делали наши сельхозтоваропроизводители. Для этого они очень много прилагали усилий, денежных затрат. Вставали в реестр китайских экспортеров. Это рапс и подсолнечник. К сожалению, по нулям мы туда отгрузили и не отгружено, не было ни одной тонны. Ну и важный момент нового сельхозгода. Все-таки в ГИС зерно будет. Серьезные изменения грядут. И каждый участник сельскохозяйственного рынка будет участвовать в этой программе с 1 сентября 2022 года. Два месяца у вас есть для того, чтобы встать в реестр экспортеров. И законодательство говорит о том, что с 1 сентября все моменты по передвижению зерна должны фиксироваться в ГИС зерно. Алтайский филиал – это выбор сильнейших. Более 3000 клиентов были с нами за 5 месяцев этого года. И мы считаем, что протокол, сертификат качества акта обеззараживания, он может быть антидепрессантом для заказчика. Огромное спасибо за внимание и терпение. Благодарю.